Когда в Малаге Самана-Санта, Страстная неделя, очень популярна дефиле военных. И вот мы каждый год занимали место, чтобы получше видеть, ждали, аж по 4 часа ждали, а сегодня решили посмотреть дома по телевизору. Так удобно, сидим на диванчике и видно гораздо лучше, чем когда стояли на улице. Ну, конечно, атмосфера не та, но зато видно абсолютно всё. У меня на канале есть видео, когда мы вживую всё это смотрели. Ну, там столько народу, но мы в первых рядах были. Интересно, почему не в военной форме. В общем, в этой церкви находится покровитель региона. Попробую кратко объяснить, почему религиозное братство Мэла и испанские регионеры связаны между собой. Само братство Мэна было основано после слияния Братства Христа Доброй Смерти и Братства Муэстро Сеньора Дэна Солидат. Наша Сеньора Дэна Солидат. Это произошло где-то в середине 16 века. Практически с момента основания легиона в 1920 году его история связана именно с этим Братством Мэна. В те годы столичный порт Малги играл ведущую роль как место обязательного перехода для логистики кампаний, которые Испания проводила в войне в Марокко. И город принимал раненых для того, чтобы за ними ухаживать. Легион, как авангардное подразделение, понёс большое количество потерь. Многие были эвакуированы и находились на излечении в Малге. Вот тогда командиры-офицеры частей установили первые контакты с конгрегацией Мэны. Теперь Санто Кристо де Лабуэна Муэрте, Святой Христос Доброй Смерти, официально является покровителем легионеров. И передача его образа в четверг на Страстной неделе от Братства Мэна в руки военных – это очень почитаемое мероприятие. Происходит это всё в нашем городе Малага. Мы не очень знакомы с церковными обрядами, но в России это называются, по-моему, хоругви. А здесь как? И стандарт? С изображением креста. Христа на кресте. Христа на кресте. Здорово, здорово. Смотрите, с дома на диване. Но нас уже ждут. Первый выходной на Страстной неделе. Четыре дня будем отдыхать. И нас уже знакомые ждут. Пообедать. В Черенгита на пляже. Приехали из Манчариали. Даже незнакомые, родственники, может. Так, чего-то ждут. Чего-то ждут. И вот вся-вся эта площадь, вся. Значит, сначала ограждения, низенькие. И толпа-толпа народу. Потому что уважают испанцы, своих военных. Кто-то уже появляется. Все-все-все с телефонами. И я дома на диване с телефоном. О, вот несут. Нет, в следующем году все-таки вживую пойдем смотреть. О, колон размера огромную. Сейчас его вынесут. Потом еще будут гимн петь. ПОЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Сравните размер, да, какой по сравнению с ростом солдат и какого размера Иисус на кресте Легионеры исполняют гимн «El novio de la muerte» – «жених смерти» Для начала я объясню значение слова «novio» «El novio» – это жених, парень, мужчина, а «la novio» – невеста, девушка, женщина У нас на свадьбах в России, как кричат, «горько, горько», а здесь на свадьбах скандируют «que se besen los novios, que se besen los novios» – «пусть жених и невеста целуются» Но по факту в реальной жизни, так теперь называют и тех, кто просто находится в отношениях Встречается, но не факт, что они поженятся Те, кто принял решение вступить в брак, начал готовиться к этому событию Называют «La pareja prometida» – «обещанная друг другу пара» А теперь вот об этом гимне, об этой песне «Парень смерти», «Жених смерти» Попробую перевести слова Извините, это конечно будет коряво, не поэтесса Но попробую Никто в ТРС, место, где воевали легионеры, не знал, кем был один безрассудный сменный легионер Который недавно записался на службу в легион Никто не знал его истории Но все предполагали, что он испытал какую-то очень сильную сердечную боль, как волк раненый И если к нему обращались и спрашивали, кто ты такой Он достаточно грубо и с болью в голосе отвечал Я человек, которого судьба ранила диким когтем Я жених смерти, который собирается соединиться с ней крепкими узами Во время боя, когда легионер, защищая свой флаг, двинулся вперед Он не побоялся натиска врага И был застрелен Но с честью, с гордостью И поливая землю своей кровью Он шептал Я человек, которого судьба ранила когтем зверя Я жених смерти, который собирается соединиться с ней О, сейчас расплачусь О, обратила внимание, что главных уборов у них нет И когда он умер, его тело подняли И на его груди нашли письмо и портрет женщины Его любимой женщины И в этом письме говорилось Если когда-нибудь Бог тебя призовет То я отправлюсь тебя искать Главные уборы есть, но они вон на Позади, на спине Ну, правильно, потому что они Голову вверх поднимают Впервые эта песня была исполнена в июле 21-го года Здесь у нас в Малаге В театре Виталь Ну и поскольку слова песни отражают боевой дух Ритм подходит для марша То она впоследствии была адаптирована испанским легионом Стала легендарным гимном Который каждый год в Малаге В чистый четверг Исполняется легионерами Во время процессии передачи Христа доброй смерти Вот как раз его изображение Выносят на кресте События, о которых поются В песне реальные Во время Рижской войны В результате боевых ранений Скончался капрал Бальтасар Кейха И в его кармане нашли несколько стихов Которые он написал незадолго до ранения В стихах говорилось о том Что он не может пережить смерть своей подруги Умершей в результате болезни А незадолго до этого Он делился со своими боевыми товарищами Что хочет соединиться с ней в загробной жизни Даже по телевизору, когда смотришь Мурашки по коже А представляете, какая атмосфера там На этой площади сейчас Рядом с этой церковью Нет-нет, в следующем году пойдем Вот этот сюжет Он повторяется в телесериале La Forja de un Rende Производство Телевизион Испаньола Там тоже легионер поступает на военную службу После потери любимой женщины Из-за незначимой болезни И он очень хотел найти смерть в Терсио Это место, где бои проходили Но командиры полюбили его И держали подальше от пунктов Где его жизнь могла быть в опасности Ну и берегли от ситуации Где он мог погибнуть, умереть Так, что дальше будет? Мы не досмотрели передачу Поскольку надо было выходить из дома Но хочу закончить рассказ об этой традиции Взяв фото из инета После исполнения гимна «Жених смерти» Епископ Малаги сказал несколько слов Присутствующим легионерам Основной смысл в чем был Если придется отдать свою жизнь Ради служения всем остальным людям Если будет такая необходимость Если возникнет такая необходимость Сделайте это, помня образ Христа на кресте После его речи Началась молитва «Отче наш» Затем молитва «Деви де ла Солидат» Которая находится в храме И после этого Христа на распятие Занесли в церковь Водрузили на помост Называется трон Рядом с верхен де ла Солидат де Мена И легионеры под аплодисменты Благодарных граждан Горожан Покинули площадь со скоростью 180 шагов в минуту О том, как маршируют испанские военные У меня есть на канале несколько видео Значит, таким образом Все было подготовлено Для процессии Которая началась на этой же площади В 7.45 вечера И продлилась до 3.15 утра Военные сопровождали процессию С троном Кристо Белабуэна Муэрте Об этом тоже есть видео На моем канале Не за этот год За прошлые годы Так что, кому интересно Поищите Поверьте, все происходит Очень красиво и торжественно До мурашек Всем любви и добра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok